Итак, мы получили логгер для текущего класса. Давайте залогируем через него какое-нибудь сообщение. Это делается следующим образом. У логгера есть метод с говорящим названием log. Первым параметром этот метод принимает level, уровень логирования. Это степень серьезности данного сообщения. Info — это информационное сообщение о нормальном ходе исполнения программы. Есть два более серьезных уровня и четыре менее серьезных. На уровне sphere логируются серьезные ошибки программы. Это когда совсем ужас-ужас. На уровне warning логируются предупреждения. Config предназначен для логирования каких-то конфигурационных параметров. Afine, finer и finest — для совсем детального логирования, что программа делает. Вплоть до входа-выхода в методы и прочих мелочей. Для удобства на каждый уровень логирования в логгере есть одноименный метод. Он выбрасывает сообщения соответствующего уровня. Логгер можно сконфигурировать таким образом, чтобы он игнорировал все сообщения с уровнем ниже заданного. Например, логгер, настроенный на уровень warning, будет принимать только сообщения с уровнями severe и warning и тихонько отправлять в dev null все остальное. Настройка делается либо в коде при помощи вызова метода setLevel, либо в конфигурационном файле. Часто нужно залогировать не просто статическую строчку, а добавить туда какую-то динамическую информацию. Например, значение параметров метода или текущее состояние объекта. Это можно сделать двумя способами. Первый очевидный способ — конкатенировать все, что нам нужно в строку, и передать результат в метод look. У этого подхода есть один недостаток, проявляющийся в программах, работающих под большой нагрузкой. Даже если логирование данного уровня отключено, все равно программа постоянно будет заниматься конкатенацией строк и тратить на это заметное время. Поэтому был придуман другой способ. Передавать в метод look фиксированную строку, в которой специальным образом обозначены места для подстановки, и отдельно передавать значения, которые будут туда подставляться. Если значение одно, то оно передается непосредственно, а если их несколько, то нужно завернуть их в массив объектов. Подстановка параметров в строку происходит внутри логгера, и только при условии, что указанный уровень логгирования включен, то есть строчка действительно попадет в логг и не будет выкинута. Отдельно поддержан случай, когда требуется получить в логгер распечатку стэктрейс-исключения. Для этого достаточно передать в логг-исключение третьим параметрам. Символы подстановки в сообщении при этом не нужны. Кстати, тот факт, что в логгер передаются только константные строки с местами для подстановки, позволяет делать локализацию, то есть перевод логируемых сообщений на любой язык. При этом логгер внутри себя будет использовать строчку как ключ для поиска перевода в словаре. Разумеется, такой словарь вы должны будете предоставить. Java не настолько сурово, чтобы делать автоматический машинный перевод любого текста на любой язык. Если перевод не будет найден, то переданная строчка используется как есть. Продолжение следует...